Сегодня в программе мы будем говорить о Севастопольском академическом театре танца. Все знают об их ярких выступлениях, но мало кому известно, что творится за кулисами этого красочного шоу. Итак, прежде чем приступить к беседе с его руководителем, предлагаю посмотреть следующий сюжет. Сейчас я побеседую с солисткой блока Виктора Виктории Натальей Ивановой. Очень хочется узнать впечатление. Моя актриса – это бедная, но очень талантливая женщина, которая, к сожалению, не может в таком образе найти себе применение. Ее чисто случайно встречает продюсер, который предлагает ей измениться. Вот в такой роли графа Виктора, который приехал издалека, у нее все получается, она становится очень знаменитой. И своему великому счастью в образе мужчины она встречает настоящую свою любовь. И в конце она перевоплощается в женщину. Моя актриса – это бедная, 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 бедная. Посмотрев Кабаре Экспресс, зритель может спросить, откуда в Кабаре индийские танцы? Ведь сам жанр Кабаре пришел к нам из Франции. Задумка была показать три величайшие экранизации, киноэкранизации, снятые когда-либо о Кабаре. Если мы говорим о части Мулен Руш и обращаемся к экранизации, то фабула истории такова, что в самом Мулен Руш ставят индийский мюзикл. Хорошо, а почему, когда думали о том, что ставить, выбрали именно жанр Кабаре? Наш театр не мог обойти тему Кабаре стороной, потому что Кабаре – это действительно настроение, это феерия танца. Конечно, наше Кабаре классическое. То есть мы старались действительно передать историю киносюжета и атмосферу. Как долго вы переодеваетесь для своего образа? Ой, на самом деле переодевают меня четыре человека, потому что переодевание очень быстрое. Ну, у меня в опыте таких не было быстрых переодеваний, но мы уже приноровились. Гость нашей студии – Александр Елизаров, руководитель Севастопольского академического театра танца. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то мы раскрыли интригу для наших зрителей, кто же у нас сегодня в гостях. Итак, как подбирается репертуар для вашего театра? Хотелось бы узнать все-таки такие закулисные моменты. Дарья, я, во-первых, хочу поговорить о вас за то, что пригласили в эту студию и дали возможность поговорить об искусстве, о культуре, о театре. Вот. Хочется больше видеть на экранах наших телевизионных каналах, чтобы говорили о том жанре, в котором существую я. Поэтому вам огромное спасибо за приглашение. Благодарю за приятные слова. Репертуар, вы знаете, есть три направления. Есть направление хореографических спектаклей. Это особая гордость нашего театра. Это действительно спектакли, поставленные по либретто, которые имеют свою сюжетную линию от начала и до конца. И построены на лексике бального танца, естественно, с заимствованием всевозможных хореографических движений из других направлений танца. Второе наше направление — это танцевальные шоу или концертные программы. Так как все-таки коллектив основан на базе ансамбля бального танца, у нас огромный багаж номеров сценических, то такие танцевальные шоу, как «Избранная наша визитная карточка», «Фантастика» — это скорее танцевальные шоу. И третье направление — это специальные тематические проекты. То есть это наше взаимодействие с живыми музыкантами, с джаз-бендами или тематические спектакли, такие как новогодние шоу, которые наполнены юмором. Поэтому, естественно, отдел маркетинга исследует зрительский спрос. Мы садимся и выстраиваем план из нашего золотого фонда. Что-то новое, что-то интересное. Ну, я думаю, что это как бы естественно для театра. А вот привнести что-то новое, креативное. Вот в частности, все-таки вы, все актеры, они воспитаны на классической школе балета. И вот как им осваивать, постояв у станка, тот же самый хип-хоп? Есть ли такие введения? Ну вот смотрите, я вас чуть поправлю. Они основаны на классической школе бального танца, не балета. Это совершенно разные вещи. Но есть такая, значит, в жанре хореографии, есть такой хореограф Морис Бижар. И вот он говорил о том, что начало любого поиска – это классический танец. То есть, что бы вы ни искали, какие бы новые формы пластики вы бы ни искали, у вас должна быть классическая подготовка. И несмотря на то, что мы театр бального танца, у нас в нашем графике репетиций первым с утра всегда стоит классический станок. Вот уже народные танцы или бальные танцы, которые тоже пришли и отражают палитру испанских танцев, латиноамериканских, европейских, или те же народные танцы нашей страны, это всегда огромная палитра поиска, заимствования. Потому что танцы приходят от народа, и у них совершенно разные этнические направленности. Вот. Ну, есть и современный танец, который мы тоже используем, который является будущим. Потому что мы все время смотрим в будущее и пытаемся что-то заимствовать. Раз вы уже затронули тему репетиций, как долго они идут? То есть, вот чтобы подготовить настоящее шоу, сколько нужно репетировать? И именно и время, и дни, может быть, месяц, полгода, год? Меня спрашивают и говорят, а что ваши артисты профессиональные, они больше нигде не работают? Я думаю, что да. Конечно, они профессиональные артисты, и театр их основное место работы. И работаем мы 7 часов в день, мы репетируем. То есть, у нас не совсем стандартный график, в том плане, что у всех понедельник день тяжелый, а у нас понедельник выходной. После субботы и воскресенья, когда идут наши спектакли. Вторник, среда, четверг, пятница. Это репетиционный процесс. С 9 утра до 3 до 4 часов дня, по 7 часов в день расписаны все тренировки. К сожалению, у нас только один репетиционный зал, и чуть-чуть это сковывает в нашей динамике. Хотелось бы больше. Потому что есть понятие работы с солистами, есть понятие работы с малыми группами, есть понятие работы с большими номерами, есть понятие сводные репетиции. То есть, сложнейший график выстраивания того, чтобы вывести на пик труппу к выходным, к спектаклям. И сколько тогда получается человек в труппе, и сколько хореографов именно поддерживает их в нужной форме? Значит, 50 артистов в штате театра, 7 или 8 человек у нас балетмейстеров-хореографов. Кто-то из них совмещает, значит, и артиста, мастера сцены, и балетмейстерскую работу. Потому что, ну, здесь все очень взаимосвязано. И я совмещаю, как мы увидели, артиста театра вместе с руководящей должностью моей. Но при этом, естественно, я принимаю участие во всех совещаниях с нашим художественным руководителем Вадимом Альбертовичем в поисках каких-то новых идей и в постановках. То есть есть жизнь на бумаге, а есть реальная жизнь, когда каждый может взаимно заменять друг друга и ради идеи, как говорится, созидать. Я хотела спросить, как девушки приводят себя в форму, но потом поняла, что когда у тебя 5 дней в неделю, 4 дня, у тебя репетиции по 7 часов, это довольно-таки просто. Да, да. Даже на диетах сидеть не надо. Тогда другой вопрос насчет костюмов. Вот даже в сюжете мы увидели, что костюмов много, они яркие, они с огромным количеством мелких деталей. Они все шьются вручную, то есть индивидуально на каждого актера. Так ведь? Да, да. Ну, наша гордость, это наш костюмерный цех. Когда-то все начиналось с того, что моя мама своими руками обшивала весь коллектив, и сегодня моя супруга шьет. А развиваясь в профессионализме, мы выросли до того, что у нас есть костюмерный цех, у нас есть художник по костюмам Леонид Ольниченко, и есть костюмеры, есть швеи, и, естественно, мы обсуждаем дизайн костюма. И наша последняя работа, Кабаре Экспресс, это, наверное, такой пик нагрузки на наш костюмерный цех, потому что сам жанр кабаре, это всегда очень дорого, в первую очередь. И огромное количество деталей, разной обуви, разных головных уборов, разных украшений. То есть эта работа была колоссально проделана костюмерным цехом. Вот так профессионально костюмы и создаются. А что случится с актером, если он, не дай бог, испортит костюм? Вот очень быстро переодевался, порвал, зацепил, что? Все, сразу увольняем. Серьезно? Нет. Да нет, конечно. Ну вот для костюма, для артиста костюм — это его инструмент. Мы хотим выглядеть на сцене эстетично, мы хотим выглядеть... Тем более те, кто был в нашем театре, ну, скованные условия, но это и плюс, потому что мы танцуем вообще в минимальной дистанции, и видно там каждый шовчик на колготке. Каждую бусинку. Каждую бусинку, и костюмы должны быть в идеальном состоянии. Поэтому, конечно, такой вопрос вообще не стоит. Костюмеры просматривают все костюмы после... У них объем работы, они не останавливаясь шьют. Вот честно вам скажу, то есть если даже нету какой-то задачи пошить что-то новое, то поддержание в состоянии работоспособности всего парка костюмов... Правда, я не знаю, скоро мы их будем вывешивать на улице, потому что они просто уже не помещаются в нашем театре. Вы сами являетесь танцором, вы, как уже сказали, совмещаете, так скажем, две должности. Что вот за все время ваших многочисленных репетиций, выступлений, всего вашего опыта, какой момент запомнился вот лично вам больше всего, вот связанных с танцами, с выступлениями? Может быть, с репетициями? Да мне, вся жизнь моя, как говорится, и вот весь мой рост, начиная с того момента, как в 7 лет я пришел на танцы, и до достижения той позиции, которую я сейчас занимаю, ну я очень горжусь, ну и как бы если бы меня там спросили, хотел бы я что-то поменять, я бы ничего не поменял. Вот, потому что настолько все естественно и логично развивается. Конечно, каких-то определенных моментов, ну конечно, это какие-то эпизоды первого спектакля, который в театре появился. Конечно, это получение звания в процессе моей карьеры. Конечно, это и спортивные титулы, которые шли параллельным. И любая модернизация нашей сцены, то есть это вроде бы техническое оснащение, но я помню, как мы там впервые приобрели эти двигающиеся головы световые. То есть мы это все видели, гастролируя по Европе, и все, что мы видели, оно, естественно, опережало время. А здесь мы могли себе позволить три софита. И, конечно, ты мечтаешь, и когда ты достигаешь цели, для тебя это запоминающийся факт. А сегодня это приобретение LED-экрана, который решает проблему декораций, так как у нас нет возможности их воссоздавать. Александр, у нас осталась буквально минутка, и можете рассказать нашим телезрителям, что ваш театр готовит непосредственно к Международному дню театра? Вы знаете, мы поставили на этот день наш спектакль «Пигмалион». Дело в том, что он, ну, скажем так, это хореографический спектакль, который особо любит Вадим Альбертович. И это действительно та метаморфоза трансформации бального танца в театральное искусство. А как подарок мы уже во второй раз будем организовывать прямую трансляцию. Будет монтажная группа сидеть прямо в театре, будет 4-5 камер. И мы будем транслировать в соцсетях, в ресурсе YouTube. И для всех желающих, кто не сможет прийти или нет возможности, будет возможность в прямом эфире посмотреть спектакль, прямо находясь у себя дома. Александр, спасибо большое за интереснейшую беседу. Надеюсь, мы снова встретимся с вами в нашей студии и не только. А я напоминаю, что сегодня гостем в нашей студии был Александр Елизаров, руководитель Севастопольского академического театра танца. До свидания.